Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее утро! И мы продолжаем изучать Тору. Продолжаем изучать Тору. Отлично. Все. Сегодня у нас... Сейчас мы открываем 29 апреля. Сегодня заканчивается уже апрель, весенний месяц. И 28-е Ниссана. И сегодня у нас 13-й день омера. Надо как раз сказать, 13-й день омера. Да. Потому что тот, кто пропускает день, он уже заповедь не выполнил. Это очень интересная заповедь. Потому что... Вот только надо заповедь, которая длится 49 дней. Представляете? Пропустил, все, до свидания. То есть мы учимся, каждая заповедь нас меняет. Каждая заповедь нас учит. И в нее можно погружаться. Знаете, есть первый смысл заповеди. Пшат. Простой смысл. Потом есть намек, на что эта заповедь напоминает. Потом есть драж, что можно из нее расшифровать. Потом есть сот. Это тайный смысл. Если бы мы знали тайный смысл заповеди Сферата Омера, мы бы вообще просто ангелами были. То есть мы прямо через эту заповедь, мы бы соединялись со Всевышним. Всем шалом. Теперь, значит, как-то хасиды спросили алтер Рэб. Мы изучаем книгу о Йом-Йом. Сегодня день. Спросили, что важнее. Послушайте, вопрос какой, да, интересный. Значит, Юрий Разумный мне все время желает 600 триллиардов долларов. Спасибо, Юрий, с Божьей помощью. Я не знаю, что делать 600 триллиардов долларов, но будет неплохо. Да. Хорошо. Значит, спасибо большое. Когда на хасиды спросили алтер Рэб, это основатель движения Хаббат. Что выше? Заповедь любви ко Всевышнему или заповедь любви к народу Израиля? Ну, казалось бы, да, вот вопрос такой. Что выше? То есть, это понятно, хасиды это были евреи, которые знают, что есть заповедь в авторе Рэха Камоха, возлюби ближнего как себя. И есть заповедь любить землю Израиля, народ Израиля. Но что важнее, любить землю Израиля, народ Израиля, такие, казалось бы, ну, понятные объекты, да, то есть материальные, можно сказать, даже объекты. Или Всевышнего, который бесконечный, который творец мироздания. И знаете, что ответил им альтер Рэб? Он говорит, любить надо Всевышнего, любить надо евреиский народ. И эти заповеди, это две заповеди. Кто их сказал делать? Их сказал Всевышний делать. Откуда мы знаем вообще про Всевышнего? Нам Бог сказал про себя. Через Тору, через Пророков, Он нам сказал о себе. Откуда мы знаем про Израиль? Из Торы. Значит, это две равноценные заповеди. Кто сказал их делать, Бог сказал их делать. Но, Он говорит, важнее, Он говорит, любит народ Израиля. Почему? Это очень сейчас логика. Вот послушайте, логика, она уникальная. Он говорит, смотри, вот есть Бог, творец мироздания, и ты Его любишь. Как ты можешь выразить свою любовь к Нему, чтобы Он понял, что ты Его по-настоящему любишь? Это выполнить Его заповедь, любит того, кого любит Он. То есть, ты, если хочешь соединиться с Богом, то ты делаешь то, что Он сказал делать. То есть, ты, вот, например, мужчина любит женщину, да? Как он ей может выразить свою любовь? Он должен сделать то, что она считает выражением любви. То есть, если он будет выражать свою любовь по-своему, то на ее языке это может быть даже не любовь вообще. Но если он скажет, она говорит, я считаю, что мужчина, который любит, должен сделать, должен, например, дверь открывать. Он говорит, пожалуйста. Опа, открыл дверь. Она говорит, о, значит, ты меня любишь. То есть, когда мы выполняем заповеди Всевышнего, мы этим самым демонстрируем любовь к Богу. Нет другого способа продемонстрировать любовь к Богу, кроме как выполняя его заповеди. Поэтому Всевышний дал заповеди, сказал, это добро, это зло. И все разговоры о том, что я люблю Всевышнего, но делать я буду то, что я хочу или я считаю умным, это пустые разговоры. Это не любовь к Всевышнему. И то же самое в отношениях людей. Любовь друг к другу, она выражается в том, что ты начинаешь делать то, что тот, кого ты любишь, от тебя ждет. Понятно, да? Очень мудрый ответ. Теперь дальше. Обретение неба на земле. Вторая книга мы изучаем. Значит, по-первыхому понятно, любовь к Богу это выполнение заповедей Бога. Поэтому, если ты хочешь проявить свою любовь к Богу, люби того, кого любит Бог. Бог любит народ Израиля, люби народ Израиля, и ты становишься с Богом как одно целое, да? Потому что ты в этом с ним соединяешься. Второе. Обретение неба на земле. Говорит эта книга вторая нам так. Между хладнокровием и безбожием очень тонкая граница. Человек должен служить с горячим сердцем. Что имеется в виду? Имеется в виду, что мы живем в мире, в котором все время мы что-то делаем. Что-то ищем, что сделать. Но, походу, все ищут эмоцию. Все ищут, люди, ощущение внутри такого спокойствия, гармонии, любви. И вот это ощущение, оно возникает в чистом виде. В чистом виде. В чистейшем виде. Когда мы соединяемся со Всевышним. То есть, когда человек соединяется со Всевышним, он может почувствовать такое удовольствие и такой внутренний свет, что ничего в этом мире с этим не сравнится другое. И этот свет, это маленький процентик того света, который будет в вечной жизни в духовном мире. Поэтому, когда ты выполняешь заповеди, учишь штору, молишься, то в этот момент ты соединяешься со Всевышним. И да, действительно, еще раз давайте уточним, что все наши сейчас уроти Торы, заповеди, для того, чтобы остановилась война. Для того, чтобы люди перестали гибнуть, чтобы перестали летать снаряды. Чтобы страшное, самое страшное сейчас, сколько людей, беженцев, которые остались, ну, около 10 миллионов человек, остались без средств существования, без дома. И это страшно. Поэтому мы молимся и просим Всевышнего, чтобы остановилась вот эта вот бессмысленная война, которая, в принципе, ну, кроме страдания, она ничего никому не приносит. Она не приносит, нет ни никакого смысла, никакого позитивного намерения, а только страдания для огромного количества людей. И мы просим Всевышнего, чтобы она остановилась, и чтобы все разошлись по домам, каждый в свой дом, и чтобы каждый занимался служением Богу. Хорошо. Значит, обретение неба на земле. То есть, когда ты молишься, то можно молиться хладнокровно, и это как безбожие, да? То есть, это такая рациональная молитва, которая, ну, да, Всевышний, пожалуйста, сделай так, чтобы война закончилась. Или можно прям Всевышний, прям с сердцем, с горячим сердцем. Это такой совет, как сделать небо на земле. То есть, когда ты нашел вот этот вот Wi-Fi со Всевышним, вот молитва, это как ты подключился, то нужно прям в этот канал связи включиться с горячим сердцем эмоционально, и тогда будет такой же большой ответ. Заповеди и вообще служение Богу нужно выполнять эмоционально, то есть, вкладываться туда всем сердцем. То есть, лучше выполнить одну заповедь, но прямо в нее вложиться, чем делать как бы между делом много всего, но вообще не думая, не думая. А лучше делать много и с сердцем. Это идеально. Теперь недельная глава сегодня к душам Тию, да, будьте святы. И вот теперь вот сейчас здесь интересно, как Всевышний нам описывает, что значит быть святым, и какие вещи очень сильно отдаляют от святости. То есть, сегодня у нас идет перечисление, прямо очень будет нам понятно, что такое на языке Всевышнего святости. Прямым текстом Машера Бейну в Торе передал от Всевышнего нам. Значит, написано так. Ушмартэм эдхукатай. Значит, сохраняйте и соблюдайте хукот, это мои постановления, это не просто законы. Даже если ты не понимаешь, соблюдай постановления. Значит, какие постановления соблюдать? И делай их. Не просто их соблюдай, а именно делай их, да? А не ашем мекадышхем. Я Бог, который вас освящает. То есть, через выполнение этих действий ты становишься святой. Какие действия надо выполнять? Дальше идет, интересно, дальше идет не что надо делать, а именно что делать не надо. То есть, когда ты воздерживаешься от выполнения определенных действий, то есть, тебя тянет твое сердце, твое желание, твое эго, тебя тянет к выполнению действий, которые Бог запретил, а ты себя останавливаешь, в этот момент ты становишься святой. Ты становишься отделенный от чего? От грязи, от духовной нечистоты, от эго. То есть, вот в этот момент ты как раз и делаешь большой шаг в сторону своей души. Это как в спорте, например, да? Ты берешь тяжелую штангу, кто хочет стать сильным? И ты тяжелую штангу берешь и приседаешь с ней. И эта штанга тебя придавливает к земле. И в какой момент ты становишься сильным? Когда ты встаешь с этой штангой, когда ты преодолеваешь вот эту вот силу, которая тянет тебя к земле. И на вот этом вот преодолении вот этой силы растет твоя, твоя внутренняя сила, и так люди становятся сильными физически. Теперь, значит... Энергия, да? Ну, мы успеем. Говорит Всевышний нам, все, от чего надо предостерегаться? Ки-иш-иш, ашер и калель, это вив. Человек, который проклинает папу своего и маму свою. Мот-ю-мат, такого человека надо убить. Он умрет, умрет. Значит, ве-имо килель дамав-бог. Значит, тот, кто своего отца и маму проклинал, кровь на нем. То есть, если его убьют, да, то есть по закону он должен умереть, значит, это его вина, то, что он умер. Нет ни на ком вины, что его убили, потому что он сам совершил действие, которое вызывает эту смерть. Логика здесь есть. Хотя это постановление Всевышнего, тут нет логики. Но мы можем понять. Папа, мама привели его в этот мир. Он сейчас проклинает источник своей жизни. Значит, он как бы подрезает этот источник. Поэтому сейчас многие современные психологи пришли к тому, что человек, который не внутри, не принял, не благодарен своим родителям, то он отрезан от источника жизни, богатства там и так далее. Потому что так оно работает. То есть, как бы они тебя не воспитывали, но они тебе дали жизнь. И ты должен быть за это им очень благодарен. Дальше. И человек, который прелюбодействовал с замужней женщиной, значит, тот, который прелюбодействовал, и жена, вот эта женщина, которая изменила мужу, Мотюма тоже умрет, умрет. И он умрет, и она умрет. Всех их надо убить. Представляете? Теперь люди говорят, как так вообще? Что это такое? Это же типа нормально. Некоторые в современном обществе утверждают, причем люди, которые считаются лидерами мнений, есть такие там психологи и так далее, утверждают, что это нормально, что типа семья эта, она ни о чем не говорит. Потом я просто недавно, я наблюдал за одним таким психологом, который это говорил, и я думаю, ну не может быть. Духовные законы говорят, что за это смертная казнь положена. Человек проповедует, что семья эта, можно там изменять, и все такое. Все. Жизнь, вот сейчас как раз в эти события у него все разрушилось. То есть рано или поздно, человек, который нарушает духовные законы Бога, он обязательно пострадает. Пострадает. То есть это законы. Это Бог установил этот мир, и установил в нем добро и зло. Так оно работает. Нет по-другому. Значит, по Торе он сказал, такого надо вообще убить. Смертью предан будет и прелюбодей, и прелюбодейка. Вот так вот. Замужние женщины, и нельзя с ними вообще иметь никаких отношений. Дальше. Всякий, кто будет вступать в отношения с женой своего папы, то есть папа женился на какой-то женщине, значит, она уже тебе не мама, значит, нельзя так делать, тоже смертная казнь за это, значит, оба, и вот эта вот жена отца вторая, и он будут оба преданы смерти. И всякий, который ляжет с невеской своей, тоже будет предан смерти. То есть у какого-то человека сын женился, и он эту невеску, значит, у него забрал. Все, значит, обоих убить. Представляете? Мот ю мат написано, умрет, умрет. Если люди, мы вчера изучали, если люди говорят, а, законы Бога не важно, тогда на все общество накапливается, 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 вот это вот умрут, 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 нарушают законы, Всевышний ждет, 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 задерживает, задерживает вот это наказание. Но это как туча, то есть в ней собирается, собирается, собирается капли, вот эти пар, да, собирается. Вот это вот зло, которое люди делают по духовным законам, оно туда собирается. Потом бах, коронавирус. Потом бах, война. То есть, если общество идет против законов Всевышнего, мы видели, что происходит с этими обществами. Римская империя, Греческая империя, там все империи, которые казалось прямо, они империя империи, все исчезли. Почему? Нарушали духовные законы, по которым существует мир. Значит, с невесткой тоже кровь на них, сами виноваты, если их убьют, если они умрут, сами виноваты. И всякие, которые ляжут с мужчиной, как ложатся с женщиной, сделали они мерзость, оба умрут, и кровь на них. Значит, все вот эти вот парады гомосексуалистов, и все, кто их поддерживает, они должны прочитать, в Торе написано, могут не верить, пожалуйста, их как бы право. Некоторые не верят, что земля круглая, некоторые не верят, что во что еще люди не верят, кроме Бога, и что земля круглая. Во многое люди не верят. Знаете, люди это такое, каждый человек живет в своем каком-то мире, есть наоборот, кто-то верит, что он Наполеон, кто-то верит, что он Чебурашка. То есть люди, каждый верит во что хочет. Но тот, кто не верит в эти законы, духовные законы, то он может в их не верить, но они работают. Поэтому написано, что те, которые гомосексуалисты, они умрут, умрут, то есть они умрут в этом мире, и в духовном мире их душа будет отрезана, и значит смерть, их кровь на них, то есть они сами на себя навлекают, вот эту вот, вот эту смерть, да. Ваиши Ашеры Кахет Иша, Вет Има, человек, который взял себе и женщину, и маму ее. Значит, взял он, женился на двух, то есть смотрите, мы сейчас не понимаем вот то, что у них тогда творилось. Эта же Тора, это была 3334 года назад дана. Люди тогда были просто, ну, дичайшие вообще, это были как, просто, как гориллы, только заматанные тряпочкой, и чуть-чуть они были, чуть-чуть они были, что-то они знали о мире, но очень мало, они были реально детей. И Тора, она как раз к этим детям людям на то время обращалась. Сейчас люди стали более такие образованные, что значит образованные? Вот появляется такое дикое вот это вот животное, только человек убивает себе подобных, непонятно зачем. То есть вот кошки, например, корми кошек, не будут кошки друг друга убивать. То есть если у кошек есть еда, кошки в голову не придет, взять убить другую кошку. А человек, у этих есть еда, и у этих есть еда. А давай сейчас мы друг друга убьем. Давай. Почему? А он думает не так, как я. У него, значит, он верит по-другому. Ну, это что за дела? Значит, вот раньше люди были еще более, более такие не в себе. Поэтому было у них, видно, модно, чтобы взять себе дочку и маму, например, там какие-то педофилы, может они были, не знаю. Так что надо с ними делать, сказал Всевышний с такими, которые и дочку, и маму берут. Сжечь их надо. И все. Значит, чтобы не было у вас разврата, разврата среди вас. Вот так вот. Почему? Потому что последствия, вот казалось бы, что он плохого сделал, но это же просто, это педофилы, испорченная психика ребенка. То есть он все равно приводит смерть в мир. Так лучше его сжечь. Понятно? Чем дать ему уничтожить какой-то кусок мира. Мужчина, который женился на животном. Тоже умрет, умрет. И животное тоже надо убить, потому что оно спровоцировало его на эту вообще историю. Это было бы, читаешь, думаешь, ну какой мужчина будет жить животным, я лично видел где-то в новостях такую как статью, что в Индии какой-то человек официально сыграл свадьбу с козой. Прямо конкретно фотография, он с козой, свадьба, в цветах, женился на козе. Сейчас, недавно. То есть есть такие люди, раньше это было тоже видно. Теперь всех убить, и животного убить, и этого, который на нем женится. Ну потому что, ну реально он просто не в адеквате, да. Дальше. И женщина, которая приблизится к животному для того, чтобы с ним вступать в отношения, ее тоже нужно убить. И животное, и женщину. Потому что кровь на них. То есть если они не хотят жить по человеческим законам, как живут люди, то, то значит, ну что делать? Ну что сейчас происходит? Да, вот эти все зоофилы, то есть вначале победили в борьбе за свои права, победили, значит, гомосексуалисты. Теперь они ходят на парады гордости, и теперь если ты выступаешь против гомосексуалистов, то твои книжки могут, например, не, вот просто мы когда-то перед этими всеми событиями, мы выпускали книгу, которая про традиционные ценности. Воспитываете мальчика как мужчину, девочку как девочку. Вот эти гомосексуалисты, они и лесбиянки подали на нас там такую компанию, разогнали. В нашей книге, книги, в которых просто говорили о традиционных ценностях, нельзя было в библиотете ставить, они добились этого в Украине, представляете? Это ужасно. Это дошло до того, вначале они говорили, мы хотим быть такие, какие мы есть. Ну ладно уже, пожалуйста, ходите. Потом они говорят, мы не просто хотим быть такие, какие мы и есть. То есть раньше же за это было, поторе это смертная казнь. Значит, потом было, ладно уже, делайте никакой смертной казни. Потом, значит, уже делайте, ну, они говорят, нет секундочку, нам уже делать мало, мы хотим на парад гордости. Мы гордые, что мы это делали. Ну ладно, будьте гордыми. Они говорят, нет секундочку, теперь законодательно, мы хотим, чтобы мы хотим, чтобы вот тот институт семьи, где мужчина женится на женщине, мы его ломаем и говорим, что мы хотим законодательно, чтобы мужчина женился на мужчине. Ладно уже, делайте. Они говорят, а теперь мы идем в следующий шаг. Теперь следующий шаг, что в школе должны, обязаны, и те, которые будут говорить, что может и правильно, чтобы женился мужчина на женщине, теперь мы их будем преследовать. Теперь дети должны, значит, быть оно до какого-то возраста, а потом пусть решают. А то, что это ломает им психику, это никого не волнует. Так вот, Бог сказал изначально, что те, которые это делают, мот ю мат, потому что иначе они приведут к дебиле всего мира. Человек, который, значит, дальше идет уже более такое, это же речь идет о святости, дальше идет о том, что если ты даже женщина женат, есть определенная чистота семейной жизни. И есть чистота семейной жизни, то есть этот аспект, он должен быть тоже регламентирован. Человек должен контролировать, человек не животное, он не может быть как животное, которое, коты у нас живут на балконе, они, значит, кошку увидел, все, неважно, там, что с ней хочет, не хочет. То есть человек, он должен быть, если он человек, то его духовная часть должна преобладать над животными. И, значит, здесь рассказывается уже о отношениях в семейной жизни. Значит, и заканчивается, что дядю нельзя, тетю нельзя, значит. Так, жену брата нельзя. И, значит, в конце Бог говорит, Он говорит, соблюдайте все мои законы, постановления. Он с этого начал. И все мои законы, да, которые я установил как законы, и делайте их. То есть эти законы, я вам скажу так, что эти все законы, вот есть законы для священников, есть законы для людей святых, которые очень близко приблизились ко Всевышнему. Они строже, чем законы для простых людей. И законы в земле Израиля, когда это как дворец царя, здесь большая духовность, здесь как луч прожектора, они намного строже действуют, духовные законы, чем за пределами земли Израиля. И тот, кто здесь, в земле Израиля, начинает грешить, то земля эта его изрыгает. И когда еврейский народ начал грешить 2000 лет назад, тогда, значит, земля его изрыгнула, и 2000 лет назад здесь не жили, еврейский народ здесь не жил. Потом, значит, были страшные-страшные такие наказания, холокост, вчера был день памяти холокоста, шесть, прям, это было холокост, это было уже квинтэссенция вот этих страданий, которые были у еврейского народа, и эта вина, которая была, она была искуплена, и еврейский народ вернулся на землю Израиля, и сейчас мы видим, как земля расцветает, и с Божьей помощью мы увидим, как третий храм спустится с неба, как скоро придет Машеах, и мы увидим его своими глазами, потому что все, что в мире сейчас происходит, это все было предсказано пророками, и мы сейчас находимся уже, то, что называется, конец времен, и мы своими глазами, с Божьей помощью, увидим, как придет Машеах, и мир выйдет уже к, уже, знаете, когда придет Машеах, написано, вся земля наполнится славой Всевышнего, все поймут, у всех будет уже то, что сейчас, вот сейчас, например, то, что вы слушаете урок Тора, это у вас есть внутренний свет, и вы как бы чувствуете, где свет, а когда этот свет пойдет еще более явно, те, кто были к нему готовы, они от этого света, просто им будет счастье, а те, кто были не готовы, их этот свет спалит, и вся грязь сгорит, и останется мир добра, света и любви, чего всем нам желаю, чтобы мы, был вопрос у Дамир Партнера, как попасть в рай, это вот как раз держаться за Всевышнего, и держаться за Тору, то есть быть человеком святым в своем мире, выполнять заповеди, Тора, молитва, добрые дела, Тора, молитва, добрые дела, и выполнять заповеди, какие заповеди выполнять, на всякий случай все выполняете, какие преступления не делать, на всякий случай никакие не делайте, все, и чтобы все были в заслуге этого здоровы, шаббат шалом, чтобы был шаббат, у всех шалом, чтобы в этот шаббат был в мире шалом, и чтобы все злые люди, они уже наконец-то или стали добрыми или исчезли Мот Юмат Всевышний сказал все кто делают зло пусть умрут умрут, а добрые люди наоборот рассветут, рассветут добра, света, счастья, мира все, шаббат, шалом, удачи, успехов